Как тонко сыграл-то. Шевченко сделал передачу, по-моему. И Варнуйс, уже падая в другой угол, выстрелил кулак в ближний... Нет, это был Герасименко. Выстрелил кулак в ближний и парировал опасный удар. Угловой. Вот подача, гол, но наконец-то. Андрей Шевченко. Вот так же он забил Барсе. И вот точно так же, выскочив на середину самой линии Вратарской, и открыл счет. 1-0. Нам показывают самую концовку эпизода. Очень хорошая подача. Ошибся, наверное, Варнуйс, потому что здесь защитники должны были играть, наверное. Шевченко сыграл на опережение и послал мяч в пустые ворота. Вот так. Вот такая простая, прям скажем, незатейливая комбинация. Угловой и удар. Как забыл Андрей Шевченко. Номер 10. 1-0. 1-0. Это то, что написано на спине у Шевченко. Собственно, 1-0. Киевляне повели. Ну что ж, подчеркиваю, что матч вовсе не обязательно так закончится. Ланц команда очень боевитая. Напомню, что в матче с Арсеналом она отыгралась на 93-й минуте. Ну а сейчас она отыгралась сразу же. Вот так вот запросто. Владимир Шмицер. Все атаки до сих пор развивались по правому флангу у Ланца. А сейчас вот выскочил слева. И тут же забил. Ну, вы знаете, это мы часто встречались с таким феноменом. Ах, нет, это Верель забил. Это 11 номер Верель. Вот это что самое интересное. Тот самый Тони Верель, кандидат сборной Франции. Возможно, еще Шавковскому и на уровне сборных. Будет угрожать. 1-1. И у Вереля на спине тоже написано 1-1. А интересно, есть ли...